Итак, если вы хотите увидеть вот-вот звуки конструирования будущего, опять-опять-опять раздаются звуки конструирования будущего, друзья мои. На высшем уровне управления тенемногие различающие символы, имеющие доступ к смыслам. Они регулируют план и исполняют замысел. Весь замысел изложен в книге джунглей известного масона Редиарда Киплинга, а это самое начало 1903, кажется, год 20 века, но замысел-то он, так сказать, глобальный, поэтому вот изложен и осуществляется. Самое интересное. Незримое управление обслуживается вполне себе зримым, людьми. Низший уровень административный. Это разного рода правители и чиновники, полицейские с дубинками и собаками, одним словом надзиратели. Их удел слова и законы, поощрение и наказание, политика и прочая шелуха. А как Киплинг связан с Пуримом, так я вам скажу, что речь идет о замысле, которые несут члены вот такого общества Сесиль Роцца. А это, так сказать, мировая закулиса, где, значит, британская масонерия, лорды. Надзирателями управляют технологи, те, кто явно ведет образы, подбрасывают бомбы, меняющие ход событий, знающие, куда при помощи образов направить энергию толпы. Он соединяется с мастерами денежных дел, которые распоряжаются, распоряжаются. У нас есть, значит, собственники, владельцы, пользователи и распорядители, которые распоряжаются золотом, а это Ротшильда, красный щит. Расстановка шести сил. Красный лев, желтый дракон, зеленый конь. Голубая волчица, синий орел и наш фиолетовый медведь. Вот так они связаны. Так вот, почему Акела промахнулся? Ага! Старый волк промахнулся! Акела промахнулся! Акела промахнулся! Ну так это не я, это президент Российской Федерации, верховный командующий Путин, обменивается за кулисы парольными. Эти пароли все взяты из этой книги джунглей. Не я, а, значит, Путин вспомнил про Шерхана. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие табаки. Персонаж из книги джунглей, и это североамериканцы, Соединенные Штаты. Не я, а Путин вспомнил. Где? Прямо в послании, в послании Федеральному Собранию. Официальный документ. Вспомнил про каких-то табаки, шакалы, подшакаливают. Все как у Киплинга. Подбывают для того, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг – великий писатель. Волки! Вы свободный народ! На дна ваша семья приучила человека! Вот, это то же самое из книги джунглей. Ну, а Акела промахнулся – это я сейчас говорю. Акела промахнулся! Что говорит закон? Он мертвый волк! Нужно выбирать нового вожака! Почему? Потому что в официальном же ответе или там письме, так сказать, рупору Черного Интернационала, Клаусу Швабу, а это, значит, там какой-то начальник Давосского экономического форума. Ну, это всего лишь рупор, а форум сам из себя – площадка, где засвечиваются замыслы. Так вот, он этому Клаусу Швабу говорит, так сказать, опять же, этой фразой из книги джунглей – «Мы с вами одной крови!» Я прежде всего хочу, дамы и господа, всех вас поприветствовать. Как вы видите будущее отношения между Россией и Европой? Вы знаете, у нас есть вещи абсолютно фундаментального характера. Это общая культура. Мы с тобой одной крови, ты и я. Крупнейшие, крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития отношений между Европой и Россией, указывая на то, что в России есть часть Европы. Мы одной крови! Вы и я! И географически, что самое главное в культурном смысле этого слова. По сути, это одна цивилизация. Мы! Мы с тобой одной крови! Ты и я! Французские лидеры говорили о необходимости создания единого пространства от Лиссабона до Урала. Но я считаю, и ты уже об этом сказал. Почему до Урала? До Владивостока? Мы с тобой одной крови! Мы с тобой одной крови! Ты и я! Ну, а я сейчас в связи со специальной операцией, военной операцией на Украине, произнес вот эту вот фразу, которая, так сказать, также содержится в этом замысле книги «Джунгли» Редярда Киплинга. Акела промахнулась. Свободная стая! Рыжие собаки идут сюда! Пусть приходят! А кто такой Акела? А это вождь этих самых серых волков. А серые волки – это масонерия! Третий уровень орденский. Князья солнца, не признающие времени. Они считают знаки и управляют сознанием масс. А вы сейчас поймете, поскольку планировщик того, что происходит, – это евреи и каббалисты. Я представляю это не науку. Это не какие-то мнения, которые рассказывают, значит, всякие эксперты, политологи, культурологи, экономисты. Они от того, что есть, от того, что видно, делятся с публикой мнениями, а с лицами, значит, придержащими власть обмениваются советами. Не обижайся на всех этих мэров, пэров, премьеров, президентов. Жалкие несчастные люди. Они думают, что имеют власть и чем-то управляют. Мы позволяем им много гроздь и немного рулить штурвалом. На самом деле управляем мы, используя их. Князья солнца. Какие ты слова знаешь? А разведка – это не мнение, это профессиональное вскрытие тайных замыслов. Того, что нет, это главное, что должна видеть разведка высокого уровня. Подобная утренняя Россия. Вот она есть, а через минуту испаряется, чтобы появиться в другом месте. На высшем уровне управления, те немногие, означающие символы, имеющие доступ к смыслам. Я вам покажу, так сказать, то, что Яков Кедми заявил на государственном канале, на упоительном вечере. И что же он сказал? Летом 22-го года мы все будем жить в другом мире. То, что я говорил и повторяю, уже не один год. Летом мы будем жить в другом мире. Какого мы увидим? Летом 2022-го года уже будет совершенно другой мир. Обратил ли на это кто-то внимание или нет? Все внимание сосредоточено на том, сколько там объектов уничтожено. Это то, что, значит, главнокомандующий информационной войной генерал-майор Комашенков каждый день, один раз в день, иногда два раза в день рассказывает. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военно-операцию в Украине. Ну, еще сколько-то объектов уничтожено, еще там сколько танков подбитых, еще там что-то такое. Поражены 407 районов созреточения живой силы и военной техники. Что там нет в этих рассказах генерала-майора Комашенкова в официальных заявлениях? Там нет слова освободили. Уничтожено 13 пунктов управления, 4 позиции зенитно-рагентных комплексов ОСАА КМ и 14 складов боеприпасов. И вот по состоянию на освобождено. Ну, все эти там населенные пункты. В результате ударов уничтожены более 280 националистов, выведены из строя 59 единиц военной техники. Я тут высказался, что надо бы показывать хоть на карте, где они находятся, но наконец-то стали карту показывать, где эти населенные пункты находятся. Но слово освободили нету. Следствием противовоздушной обороны ночью уничтожено 9 украинских беспилотных летательных аппаратов. Вот тут-то и для понимания процессов ключик. Стратегическая часть, она может характеризоваться, а что, собственно говоря, происходит. Но нам сказали, что официально это Путин сказал, потому что это демилитаризация. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации. Как она происходит? Вот Коношенкова говорит, вот столько-то 4 тысячи объектов уничтожено, высокоточным оружием, там, значит, бум, вот столько-то танков, столько-то ПТР, столько-то реактивных систем залпового огня, столько-то, значит, противовоздушных, значит, этих комплексов БУК-М1 и прочее-прочее. Вот что он говорит. Это и есть демилитаризация. Таким образом, Министерство обороны отчитывается перед Верховным ГУКомандующим о процессе демилитаризации. Военная операция. Кто отвечает за военную операцию? Министерство обороны. Кто снабжает Министерство обороны знанием и пониманием процессов? Военная разведка. Стратегическая военная разведка. Раньше это было главное разведное управление. Сейчас слово «разведное» вычеркнули, оставилось просто «главное управление». Вот из этого главного управления через генеральный штаб министр обороны рассказали, значит, картину, как эта военная разведка понимает ситуацию. И в марте месяце наш замечательный президент исчез. Потом его нашли в тайге вместе с министром обороны, и они там, значит, грибочки какие-то. Я почему говорю, картинки есть. Путин держит грибочек, вот такая идиллия. А чего они спрятались-то? А чтобы никто посторонний и не услышал замысли того, что, значит, произошло потом. А потом произошла эта замечательная, значит, специальная военная операция. А кто виноват? Ну, у Рябкова, значит, там виноваты США и НАТО. А я вам скажу, с позиции орденской разведки, взобравшись туда, куда никто не забирается, из этих замечательных, понимаешь ли, политологов, культурологов, экономистов. А виновата, я вам вот что скажу. Виновата жадность, эгоизм, гедонизм. Вот эта безудержная роскошь. Все эти яхты по 150 метров от либералов. Виноват либерализм в том, что происходит. Почему? Потому что либерализм и либералы сделали то, что не смогли сделать пролетарии всех стран. Либералы в своей вот этой жадности, эгоизме, гедонизме, роскоши, погоне за роскоши, они убили дух капитализма. А дух капитализма, это надо много, усердно и умело работать. Вот этого не надо. После того, как был убит дух капитализма, и произошло то, что называется фазовый переход, или так далее, разными там словами сказано. При этом это объективный процесс, при этом это, так сказать, воля неба. Живо вспоминаем, кто мы и зачем. И снова начинаем слышать волю неба. Ну так или иначе, она делается руками людей. Пусть там внизу хотя бы попытаются, все нити оттуда. Пусть они хотя бы вот настолько попытаются и поймут, ради чего все это. Тогда все в один миг преобразится. К этому перелому привели вот эти самые права человека, личности, я-я, которые забыли, понимаешь, о том, что есть братья и сестры. Ну а дальше крах доллара, экономики, долговой экономики, значит, расширенного спроса капитала на нефтедолларе. И этот крах запланирован на май. На май 22-го года. Это я, что ли, говорю? Нет. Это те самые из Лондона ребята, которые почуют нас ребусами на картинках, обложках журнала The Economist. Крах доллара, он, собственно говоря, начался в начале декабря, 3 декабря. Значит, североамериканские Соединенные Штаты погрузились в гиперинфляцию. Нам не сообщают в средствах массовой информации, что, значит, цена на продукты в Новой Англии поднялась в 3-4 раза, а впереди дефолт по облигациям. И это и есть задача. Это и есть то, что спланировано планировщикам. И что показывает рупор планировщика The Economist. А вам все время рассказывают, сегодня там очередные, значит, успехи. Горловку, значит, освободили. Слово освободили не сказали. Прорыв. Это то, что рассказывает телевизор. А то, что происходит, понимаешь ли, в мировом масштабе, молчок. Многие знания, многие печаль. Следят, наблюдают. Значит, мы на верном пути. И ты нам точно подходишь. Да кому это нам? Кому, кому. Надо кому. Многие знания, многие печали. Всему свое время. Что дальше? Крах доллара и новый валютный мир. Это я, что ли, сказал? Нет. Это сказал в 15-м году. В 15-м году кто-нибудь вообще видит картинку, ну, хоть с каким-то, так сказать, обобщением. Я сказал, Джейкоб Ротшильд. А он знает, о чем речь идет. А Ротшильд, они распорядители золота. А новый валютный мир – это привязка, так сказать, к золоту чего? А вот этих новой валюты, криптовалют. А криптовалюта – это, значит, гудбай. Гудбай – старый валютный мир. И это что? Опять до иконы в 15-м году показал. Четыре, понимаешь ли, велосипедные, значит, звездочки. Это разные, там, четыре траста мировых. Почему? На звездочках изображена карта мира. И они блокчейном крутят, понимаешь ли, ступицу колеса. Вот этого самого нашего движения вперед. А в ступицу что? Золотой, золотой биткоин. Вот что там. 15-й год, ну, все забыли, никому не надо. Все, понимаешь ли, про то, сколько уничтожено объектов, там, чего-то и так далее. Ну, ладно, а Россия чего делает? А Россия перешла в попытку контрнаступления, стратегического контрнаступления против кого? Против либерала из положения стратегического одиночества, союзников нету? И как это выглядит? Успех этого контрнаступления, я вам скажу, поскольку средства массовой информации везде и всюду говорят только про интересы, про обеспечение государственной безопасности, интересы России и полный молчок относительно ценностей, так вот задача эти ценности поменять. Почему? Потому что западный мир скреплен ценностями, а не интересами. И эти ценности и есть либерализм. Там каждый сидит за личным забором и кричит, что свободнее всех. А наше богохранимое отечество, либеральная Россия, демократический выбор, находится на тех же ценностях, что и США, и НАТО. Там всеобщее, но твоего нет ничего. Поэтому контрнаступление, стратегическое контрнаступление, которое предпонимает полный главнокомандующий, кончится обрушением системы ценности. Где? Во всем мире и в нашем богохранимом отечестве. Теперь он спит, никуда не идет. Называют это патриотизмом и думают, что это долго протянет. Витязя постоянно уводят в разные стороны. Лишь бы правильный путь не заметил. Исходил всюду, чуть не погиб. Всего истерзали. Мечты нет. Внизу никто не знает, куда идти. Все ждут. А вось вихрь враждебный стих. А вось пронесет. Теперь дальше, значит. Почему, собственно говоря, Украина? Битва конца библейская, а планировщик он опирается на пророков. Почему? Дух истинный говорил в честь пророка. А пророки говорят, вот битва конца на горах Израилев, там туда-сюда, от Нил до Ефрата. Вот там, да? Употребить до начала битвы конца. Просрочено. А почему Украина? Запал. Никак не получался запал в другом месте. И здесь получился. Этот запал получился на Украине. Почему? Потому что на Украине спрятан коренное противоречие внутри народа. А Путин говорит, что мы один народ. Вместе с тем, никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы – это один народ. И вот это коренное противоречие внутри одного народа связано с 13 веком, когда Даниил Галицкий, великий князь Киевский, от папы римского Иннокентия IV принял титул первого короля Руси. «Услышьте это! Первый король Руси!» Это Украина пошла под Ватикан. Та Украина, которой Даниил Галицкий. Галицкий, не Харьковский. Галичина, с другой стороны. Александр Невский, святой, был усыновлен батыем. Орда! Даниил Галицкий и Александр Невский. Вот где коренное противоречие. А первым царем, наследником Орды, был кто? Иван Грозный. Вот, а теперь я вам пальцем покажу на памятник тысячелетию России. Этот памятник поставили, значит, Романовы. Гольштейн, Готторп Романовы. И что на этом памятнике есть, и чего там нет? Главное-то, чего нет и почему нет. Там есть вся литовская составляющая, европейцы, тысячелетия России. Там есть Кейстер, и там нет Ивана Грозного. На памятнике тысячелетия России нет первого царя, наследника Орды Ивана Грозного. Вот где зарыто, так сказать, ответ на вопрос, кто виноват и что делать? И куда мы идем? А теперь вернусь, так сказать, почему Украина? Украина — это место. Специальная военная операция на Украине должна подготовить место для исхода евреев и гарантом этой новой Украины, той части Украины, куда будет происходить этот исход евреев из государства Израиля, выступает государство Израиль. Это челночная дипломатия, премьер-министр Израиля Нафтали Беннета. Он челночит, согласовывает вариант того государственного устройства, которое на Украине будет. Ну так, а почему исход? А потому что другой еврей, планировщик из Североамерикан Соединенных Штатов в 93-м году, Самуэль Хантингтон, тот самый, рассказал про сполкновение цивилизации. Вот почему! Кому положено, те знают. Сроки подошли. Мышах уже пришел. Это 95-й год. Хасиды. Евреи! Мышах уже пришел, родился. Близится вечное царство Израиля, когда до Меакова будет пасти народы мира, как бесчистая стада по Завету Всевышнего. Что выполняет, значит, специальная военная операция, она выполняет Завет Всевышнего. У-у-у! Ау! Вместе с тем, никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы это один народ. Один народ, это не я, это Путин говорит, а этот народ, он состоит из людей, которые непокорные. В Красной Армии, вот я там присягу давал служить Советскому Союзу, там и служил, мундир не менял, присяги не изменял, красный, так сказать, совок. Ну, что меня слушать, уже это, крыша поехала. В Красной Армии, она же потом 46-го года советская, на должностях младших командиров, вот эти сержанты, прапорщики, там ставили всегда украинцев. Почему? Они упертые. И этих упертых решили, понимаешь ли, специальные военные операции без какого-либо партийно-политического пропагандистского обеспечения загнать, так сказать, в капитуляцию? Это невозможно, это с самого начала невозможно. Более того, денацификация предусматривает то, что речь идет о националистах, национал-шовинистах, а националисты, они никогда и нигде не сдавались. Вот если речь идет о денацификации, и мы вспомним Великую Отечественную войну и последующую денацификацию, кто там сдавался? Румыны сдавались, кто там не сдавался? Так это немецкий фашизм не сдавался? До самого последнего, до взятия штурмом Берлина, перехода на сторону врага не было. Немцы не сдавались. Красная армия в сорок первом году сдавалась. Там не то три, не то четыре миллиона пленных по началу сорок первого года. А немцы до самого конца не сдавались. СС не сдавался. А что было с этой дивизией Гольчина? Ее пришлось уничтожить полностью. потому что они не сдавались. И как же быть? Где нацификация? Непокорные! Ну вот новая Украина, она будет создана под гарантией Организации Объединенных Наций и по плану Соломоновых. Разведпризнаки на это дело все проявились. Как будет обеспечена безопасность о которой говорит президент Зеленский? Она будет обеспечена ядерным зонтиком от Лондона. В НАТО Украину не берут, а ядерный зонтик для той Украины, которая будет, будет предоставлен Лондонам. А Лондон, повторяю, это Киплинг, это Сесиль Ротс, это Евреи и Масонерия. Вот что будет под эгидой ООН. А что будет в нашем Бухранном Отечестве? А в нашем Бухранном Отечестве будет СССР-2, стратегическое контрнаступление закончится сменой ценностей. А ценности, еще раз повторяю, той либеральной России демократической вырубой, это тот же самый либерализм, что и в США, и в НАТО. Вот чем закончится. И это будет СССР-2. Это СССР-2 под названием Большая Евразия, Третья Орда, будет создан под эгидой Шанхайской Организации Сотрудничества. Итак, новая Украина под эгидой ООН, СССР-2 под эгидой Шанхайской Организации Сотрудничества. А разгромленная экономика либеральной России, рыночная экономика нефтедоллара США, она будет разбита, она уже почти разбита, еще чуть-чуть, и вообще будет совсем понятно. Мы будем продавать на рубли, ау, Россию, демократического выбора, выгнали со всех бирж и со всех рынков. Где вы будете продавать нефть, газ, лес, руду, где? Если вас с рынков выгнали, куда же вы пойдете? Ну, Санхайскую биржу больше не будет. Вот это восстановление экономики России, той России, которой будет, а это будет Третья Орда, потому что ничего другого, кроме Орды, впереди, для той России, которая выйдет из этого кризиса, нету. Так вот, этот план маршала будет осуществлять Китай. На политических условиях уберите либерала и с опорой на вечные ценности металлического золота. Миром правят знаки символы, а не слова и законы. Когда закончится эта самая победа, когда возьмут Мариуполь, Одессу теперь, Харьку забыли. Значит, мы с вами одной крови, это сказал Путин. Он с кем сказал это, мы с вами одной крови? С Клаусом Швабом. Клаус Шваб это что? Это рупор черного контрационала. Черный тоннел это концептуально где? Это Ватикане. Голубая волчица. А значит, как выглядит это мы с вами одной крови? Вот это будущее, будущее как выглядит? Выглядит как что? Как великая перезагрузка. Грейт Ресе. Это когда было сказано в 20 году. И что же такое Грейт Ресе? Что же такое инклюзивный капитализм? Военный коммунизм новой эпохи. Это и есть инклюзивный капитализм, про который говорит черный интернационал словами Клауса Шваба. Я напомню, что в книге джунглей этого самого Редьярда Киплинга, а он масон, какой масон? Из Сесильроцца, из общества Сесильроцца. Там Россия это Мауголь. Я волк свободного племени. Моя добыча будет твоей добычей. Храброе сердце и учтивая речь. Эту Россию это Мауголь спасает кто? Желтый удав кааа. Желтый дракон. Это Китай. Сидите смирно. Каждый из рыжих псов слабее волка, но их слишком много. А кто рассказывает замысел, учит этого Маугли что делать? Пока мы с тобой тебе бояться нечего, но это черная пантера Багира. Это сердце, человеческое сердце, только оно умеет так грустить и радоваться. Вот эта черная пантера Багира это и есть планировщик. Колючий Сахи принес дурную весть. Я в свое время написал эту книжку Антикипинг в 15-м году. Но одна вещь, которая обязана будет пройти на Украину – денацификация. Глубокая, тотальная, полная денацификация. Вот это об этом, на этом надо наставить. И это должно будет пройти, это будет сделано. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. На словах просили передать. В верхней планке больше нет противостояния. Голубой и красный объединятся. В нижней желтый и синий притворятся врагами, но тоже пойдут вместе. В средней фиолетового ждет гибель из-за зеленого. Тоже мне открытия. Все это и без них знаем.